Не понимаю, что плохого в каннибализме? Дикари в Африке тысячи лет этим занимались, и ничего. Костлявый он, конечно. Ну и если подольше поварить, и майонезом заправить. Привет! Чем занимаетесь? Еда, 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 еда! Еда, 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 еда. Не сидите зря, еды все равно не будет. Хотите, я покажу вам свое новое платье? Мама, платье это интересно, но хотелось бы поговорить о питании. Так что что питание? Поговорим о еде. Понимаешь, мам, от хронического недоедания ухудшается мозговая деятельность. А? Че он сейчас сказал? Вот результат. Если вы хотите поговорить о еде, пожалуйста. Есть на ночь очень вредно. Еда вообще вредна. Ага, ага. Соль это белая смерть, сахар это сладкая смерть, а колбаса это вкусная смерть. Мама, мы выросли, нас уже на это не купишь. Да, а я разговаривала с чуваками в школе. Между прочим, их кормят три раза в день, а на обедают первое, второе и третье. Ага, сейчас. Сейчас, ваш папа так мало зарабатывает, тут не то, что на еду. На платье-то вот еле хватило. Ну ладно, раз уж вы такие голодные, съешьте ценник. Только ешьте скорее, папа скоро вернется. Э, а что тебе всегда достается вот эта пластиковая штучка? Светчик, а тебе я забочусь. Ты что, не знаешь, что от пластика толстеет? Мам, да мы умираем с голода. Неужели в доме вообще нет никакой еды? Бедный барон, он так нервничает. А вы помните, когда вы смотрели передачу про корейских кулинаров? Он два дня дома не ночевал. Ну корми нас или продай. Ну ладно, дети, я вас понимаю. Я тоже была очень голодна, но я поел в кафе. А вы лучше помогите маме. Мы с папой идем на вечер выпускников. Я хочу там, чтоб все обалдели. А ты расскажи им, что твоя 17-летняя дочь весит 25 килограмм. Все обалдеют. Ну что такое, дети? Мама в какой-то веке решила развеяться, прогуляться. А вы все одно и то же, только себе да себе. Идите порой здесь в морозилке, может, что найдете. Вечно вы мешаете маминому счастью. Привет, Даш. Отличное платье. Надеюсь, ты его украла, а не купила, а? Ген, ты вообще ничего не помнишь? С тех пор, как сказал в ЗАГСе, да, ничего. Мы завтра идем с тобой на вечер встречи выпускников. Так что найди свой костюм в корзине с бельем и погладь. Даш, я не пойду ни на какой вечер. Там опять будут задать вопросы, на которые я не смогу ответить. Как дела? Чем занимаешься? И вот этот вот самый противный. Сколько ты зарабатываешь? Нет, Гена, мы пойдем. Я и так из-за тебя не ходил на выпускной. Помнишь? Не помню. Как это ты не помнишь? Это был наш первый с тобой раз. Мы еще тогда пошли ко мне домой и сломали бабушкину раскладушку. Ты и тогда еще был как настоящий зверь. Я же не знал, что мы поженимся. Думал, так. Встретились, разбежались. Шутка. Ой. Я что-то нашел. Возможно, еда. О, это же Джулька. Моя золотая рыбка. Мы заморозили ее до тех пор, пока не найдут лекарства от ее болезни. Рома, тебе было тогда всего пять лет, и мы не стали тебе говорить, что рыбка сдохла от того, что ее не кормили. Бедная Джулька. Мне голову. Что это мне голову? Мне голову. Это была моя рыбка. Вот я ее не кормила. Так. Ну ладно. Так и быть. Заведусь я какое-нибудь животное и разрешу тебе его удавить. Давай. Я не могу. Она была моим другом. Давай лучше бросим ее под машину, а с водителя стрясем компенсацию. Супер. Пошли. Хорошо, что они ушли. А то они вгоняли меня в депрессию. Гена, ну мы должны пойти на эту встречу. Там будут выбирать мисс школу. Восемьдесят восемь. У меня есть все шансы. Нет. Гена, я должна стать мисс школа. Единственная соперница – это лошадь. Валька Селезнева. Селезнева? Я помню Селезневу. Что ты помнишь? Отличная была раскладушка. Я знаю, что ты добиваешься. Ты специально меня зли, чтоб я оставила тебя дома. Не выйдет. Не вышло, когда мы собирались в ЗАГС, и сейчас не выйдет. Я же тебе говорила, что водитель не поверит, что рыбка сама выбежала на дорогу. Надо было ее съесть. Если бы ты селал к нему в машину, как он тебя просил, у нас была бы тысяча рублей. Ладно, пойдем наверх, поищем пауков. Хорошо. Но только без дядьки твоих. Ой, это же Васька, он был моим другом. Что шевелится, то и ужин. Все. Значит, дети охотятся на втором этаже. А что осталось мне? Нагар с плиты? Или вылизать миску барона? Гена, опять упреки. Разве я мало делаю, как жена и мать? Гена, ваш пес ворвался к нам в дом и залез под кровать. Он всегда так делает, когда подходит в время ужина. Пришлось его покормить. Барон, ты поел и ничего не принес хозяину? Предатель. А еще вам не мешало бы его помыть. А то от него попахивают. Барон, барон, весь в папочку. Ой, Даша, какое платье. Я видела такое в магазине красотку Урала. Но Женя сказал, что нам оно не по карману. Вот видишь, Женя, а гений не жалко. Для жены 8 тысяч рублей. Сколько? Сколько тысяч рублей? Даша, радость моя. Это же все наши деньги. Гена, ну зачем мелочиться? Тысячи больше, тысячи меньше. Зато я стану мисс школы 88. Ой, здорово! Вы идете на вечер встреч. Но, Даша, одного платья мало. Нужны аксессуары. Понадобится брошка, серьги, сумочка. Я видела в одном магазине отличную сумочку. Она прекрасно подойдет к этому платью. А ты готова продать что-нибудь из мебели? Гена, мне нужны эти, аксика, гасиксы, а кексы, короче, деньги. Ну что, Ген, повесишься или бросишься под грузовик? Хотя нет, нет, у меня есть отличный крысиный яд. Значит так, минуточку внимания. В этом доме хозяин я, плачу за все я и принимать решения буду тоже я. Слушай сюда, мы никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не пойдем на этот идиотский вечер встреч. А это платье оставишь на моей похороны. И еще обязательно нужны туфли. Ну, вот хотя бы такие, как у меня. И ты станешь мисс школа 88. Гена, а я пошел за ядом. Я не понимаю, что происходит? Я ведь глава семьи. Как я скажу, так и должно быть так ведь? Гена, не будь тряпкой. Стукни кулаком по столу, при характер. Женя, кстати, а что ты тут сидишь? У тебя же стирка. А я уже все постирал и погладил. Будь мужиком. Значит так, Даша, ни на какой вечер мы не пойдем, я сказал. Чыть, Вукин. Да брось, Гена, вечера встреч, это весело. Вот мы с Женей ждем, не дождемся встреч с иноклассниками. Такое удовольствие наблюдать, как они катятся по социальной лестнице. С каждым годом все ниже и ниже. А помнишь, как его, этот, Сидоров, за первой партой сидел, победитель Олимпиады по географии, сейчас работает на парковке сторожем. Сдохни под забором, Сидоров. А помнишь эту из параллельного? А, Светка Зарипова. Первая красавица школы. Отрастила себе усы и работает продавщицей в овощном. Ой, не могу. Слушай, Гена, ты пойми, что вечера выпускников – это лучшее средство от депрессии. Они для этого и существуют, чтобы ткнуть пальцем в ничтожество. Во всех этих жалких неудатчиков, которые ничего не достигли после школы. Во всех этих парковщиков, заправщиков, этих продавцов. Ой, извини, Ген. Женя, будь другом, а? Принеси мне из кладовки клюшку. Да нет, ты знаешь, мы лучше пойдем. Среднему классу нечего делать дома у пролетария. Пойдем, дорогая. Пойдем, дорогой. Разложим на кровати наши ценные бумаги и придадимся на них буйной страсти. Ген, а где наши с тобой ценные бумаги? В туалете. Короче, даже я не пойду ни на какой вечер. Гена, ну тебе понравится. А давай скажем им, что ты работаешь нефтяником. Нет. Если ты не пойдешь, я приглашу в гости свою маму. Не пойду. На месяц. Не пойду. На полгода. Не пойду. Гена, ну давай пойдем, пожалуйста. Ну, миленький мой Генчик. Ну, миленький и сладенький Генуля. Даша, не делай этого. У меня от этого все внутри съеживается. Свет, давай помаим голубя, ощипаем и съедим. Да ну еще, ощипать так съедим. А как мы его поймаем? Возьмем веревку, сделаем на конце петлю, насыпем туда хлебных крошек, а сами спрячемся. У тебя есть хлебные крошки, и ты молчал. Дети, идите сюда. Если вы поможете мне уговорить папу пойти со мной на вечер выпускников, я дам вам поесть. Памочка, ну пожалуйста, пожалуйста, папочка. Сходи с мамой на вечер выпускников. Отстаньте от меня. Ну, лапусечка, ну, папулечка, ну, медвежонок мой толстенький волосатенький. Даша, у меня все чешется, когда ты так говоришь. Ну, муси, 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 муси. Папочка, папулечка, папулечка. Ну, хорошо, хорошо. Я сделаю все, что вы хотите, только отстаньте от меня. Пусть. Ну что ж, Гена, если ты так настаиваешь, мы пойдем. Но ты обещаешь мне, что ты не будешь там общаться со своими бывшими дружками. Особенно с Шацем. С Шацем? Ну, Сёма Шац, мой друг. Друзья не говорят. Спорим, что Букин пробьет головой стену. А я же смог, а. Лучше б ты не смог. Сейчас бы был чуть умнее и зарабатывал чуть больше денег. А если бы я был чуть умнее, как бы ты меня в ЗАГС затащила? Правило второе. Не дерись с Гавриловым. Гаврилов? Я помню Гаврилова. Я не люблю Гаврилова. Он всегда шел за мной по пятам. Я попал в школьную сборную, он попал в школьную сборную. Я забью гол, а он забьет гол. Он выиграл в лотерею, а я женился на тебе. Гаврилов. Последний звонок, мы должны были драться за школу один на один до победы, но драки не было. Да-да, я даже знаю почему. Ты поспорила с Шацом, что сможешь перепрыгнуть через Запорожец. Но мне вот столичка не хватило. Вот столичка. Если бы водила не затормозила, я бы не разбил пяткой лобовик, я бы выиграл спор, напинал бы Гаврилову, женился бы на дочери миллионера, стал бы богатым и знаменитым. У меня и так всё хорошо. Я не жалуюсь. Мам, ты обещала нас накормить. Да, дети. Мать на ветер слов не бросает. Вот. С шоколадной начинкой. Спасибо, мама! Спасибо! Приятного аппетита! Ну, да! ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Гена, давай ещё раз повторим. Кем ты работаешь? Я нефтяник. Сколько раз мы занимаемся сексом? Пять раз в год. В неделю. В неделю. Даш, ну кто в это поверит, а? Ген, я же не прошу тебя это делать, просто сказать. Сколько у нас детей? Ни одного! Всё, пошли, молодец. Ой, Геночка, я тебя обожаю. Ой, как здорово, что ты меня сюда привёл. Ой, не трогай руками, животное. Пасись где-нибудь рядом. Дашка! Дашка! Дашка, папа! Панера, капуста, чучун, дра. Слушай, уже столько лет прошло, а ты всё та же Дашка. Слушай, скажи мне, а где тот красавец, с которым ты, помнишь, в 10 классе ходила, а? Как его звали? Руслан! Ренат! А, Рапаил, да его посадили. Я на самом деле надеялась надеть что-нибудь получше, но я ошиблась. Вот, познакомьтесь, мой муж, Гена. Гена? О, точно, Ген Капукин. Привет, Гена. Какой ты стал! Облезлый, задрипанный. А ты тоже неплохо выглядишь. Тебе никак не дашь больше тысячи лет. Не обращайте внимания, девчонки. Но я могу рассчитывать на вас, когда будут выбирать мисс выпуск? Конечно. Да, конечно. Слушай, ну совсем не обязательно было звонить мне в Минск. По этому поводу. Ты, наверное, разорилась. Да пустяки. Что такое для жены нефтяника три тысячи? А ты случайно не знаешь, сколько дают за убийство жены нефтяника, а? Ну ладно, Дашка, я пойду. Позже увидимся. Гена. Девчонки, за мной. Милочка, принеси мне шампанского. Ой, Даша. Даша Банных. Да, время тебя не пощадило. Ой, Селеденёва, привет. Я смотрю, ты сделала операцию. Как там тебя называли? Дашка Банных, общественная баня. Не помнишь, почему? Нет, зато прекрасно помню, как парни друг перед другом ухвалились, говоря тебе, Селеденёвый не считается. О, Гена, привет. Помнишь меня? Помню. А что у тебя с лицом-то, а? А, ну да, ведь 17 лет прошло. Да, всё такой же. Чем занимаешься, Ген? А он у меня нефтяник. А ты вышла замуж? Или так и не пришлось найти подходящего идиота? Да я-то замужем. Милый, ко мне. Помнишь Гаврила? Гаврила. Даша. Гаврила? Букин. Здорово. Отлично выглядишь. Ты тоже. Пора это исправить. Может, пойдём выйдем? А пойдём? Пойдём. Пойдём. А, стоп-стоп-стоп-стоп, мальчики. Ну, чего же начинать с того, на чём остановились в последний раз. Иначе, Валечка, снова окажется в раздевалке с музыкантами. Дашка, слышала новость? Я стану мисс школа 88. Ошибаешься. Как и в том, что женщине не нужен дезодорант. Это я стану мисс школа 88. Ты проверь свои подсчёты. Я впереди на два голоса. Я обзвонила всю Россию. Это твоя ошибка. Как и твоё платье. Зульфия! Помнишь, у нас девчонки учились? Из Узбекистана. Я оплатила им сюда самолёт из Ташкента. Девчонки, за кого будем голосовать? За ту, которая наша паспорта. О! Не повезло тебе, Даша. Послушай, меня селезнёло. Я заплатила 8 тысяч за платье. 3 тысячи на переговоры. И украла у своей соседки туфли не ради того, чтобы вернуться домой вот с этим вот. Клянусь волосом на твоём подбородке, что я стану мисс школа 88. Тебе не хватает одного голоса. Самая влюблённая семейка страны. В предыдущей серии... Слушай, Ген, ну мы должны пойти на эту встречу. Там будут выбирать мисс школа 88. Даша не сомневалась, что выиграет. Гена тоже был взволнован. Слушай сюда. Мы никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не пойдём на этот идиотский вечер встреч. Даша сталкивается со своей конкуренткой Валей Селезнёвой. Гена тоже сталкивается со своим соперником. Гаврилов! Букин! Здорово! Даша узнаёт, что Валя наберёт больше голосов, чем она. Тебе не хватает одного голоса. Ха-ха-ха-ха-ха. А ты вторые рога, да? Даша, я надеюсь, я не очень испорчу тебе праздник. Не волнуйся, Валечка. Ты так постарела, что это всё компенсирует. Гаврилов! Гаврилов, пойдём есть креветки. Увидимся на моей коронации. И... Банны. От неё по-прежнему пахнет, как от роты солдат. Гена, я не стану мисс школа. Я не узнаю, что чувствуешь, когда надеваешь корону. А я никогда не узнаю, что чувствуешь, когда ешь горячую яичницу и пьёшь горячий кофе в собственном доме. Так что, прости, я не могу тебя посочувствовать. Вау! Ставлю штуку, что Гена Букин вышибет входную дверь головой. Только не это. Шоц! Большой Букин! Рад тебя видеть. Даша! Не прикасайся ко мне, Сёма. Нет проблем. Знаешь, твоя женитьба на Даши – это единственный спор в моей жизни, который я проскорю. Я тоже. Ну, чем занимаешься, Сёма? О, я психиатр. Вот, а ты? А я продаю обувь. И нефть. Молодец. Слушай, а вон пацаны сидят, иди поздоровайся. Смотри, вон за тем столиком. Только попробуй, Сёма. Парни! Лёха! Пузырь! Боря, Боря Макеев, Гена, как дела? Отлично выглядишь, Боря. Спортом занимаюсь, КМС по шахматам. Слушай, а ты в отличной форме. Как ты её поддерживаешь? Бегаем от Даши, когда ей хочется заняться сексом. Ха-ха-ха! Слушай, слушай, помнишь нашего ботаника Вовчика, ну, который ручку угрызть всё время? Вон он сидит. Надо было делать домашнее задание, ребята. Девчонки! А его в пятом классе головой в унитаз макали. Ха-ха-ха! Ген, этот шат замакали. Ха-ха-ха! Да ладно вам. Даш, а ты слышала, что королевой школы будет Валя Селезнёва? Боря, а ты слышал про новое изобретение? Называется «Освежитель дыхания». Ладно, полюдовываясь голоса для короны. А вы тут вспоминайте, кто кого куда макал. Ха-ха-ха! Гена, без глупостей. Принцесса, я за ним прослежу. Ой-ой-ой! Так, пацаны, у меня с собой чисто случайно оказался гвоздь. Опа! Ставлю штуку, что Гена Букин забьёт его в стол голобой. Ну ладно, мужики, ладно, ладно, я этим уже не занимаюсь. Я уже вышел из этого возраста. А что, Гена, не такой крепкий череп, как раньше? Да, слабо, Гена, слабо. Мне? Слабо, да! А ну, делайте ставки! А-а-а! А-а-а! Держи! Ну, готовы? А-а-а! Ну чё, Свет, как там? Суп из ботинка готов! Попробуешь? Не-е-е, пусть ещё поварится. Короче, у меня есть идея. Знаешь, что такое вечер встреч выпускников? Это куча старых пьяниц, косящих под друзей. Это еда, тупица. Мы проберёмся на эту вечеринку и стащим себе что-нибудь пожрать. Ты чё, нас не пустят? Нам ещё нет восьмидесяти. Я всё улажу. Нам нужна информация. Я знаю двух нудных старпёров, которые нам её предоставят. О-о-о, дядь Жень, тётя Лен, как хорошо, что вы пришли. Рома, ты сказал, что вам нужно помочь с домашним заданием? Да, вы знаете что-нибудь о древней истории? Расскажите нам что-нибудь про 1988 год. 88? Ммм, хороший был год. Первый поцелуй с девочкой. Пришлось ждать ещё пять лет. А мой дядя привёз из ГДР видеомагнитофон, продал его и купил квартиру. Да. А я помню ещё эти драки район на район. С одной стороны человек сто, с другой стороны человек двести. И тут я иду с балалайкой из музыкальной школы. Да. Нет, нет, мы помним. Тогда только всё начали разрешать. Подростки слушали этот отвратительный хэви-метал. О, да, хэви-метал. Эти кожаные косухи с заклёпками. Эти собачьи ошейники с шипами. Цепи, ляск-ляск. Барабанщик, дуб-даб-дуб, даб-дуб, 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 даб-дуб. Гитара. И фанаты. И потом гитара об сцену. Клац. И тут я иду с балалайкой из музыкальной школы. Да, похоже, мы не тех спросили. Тогда, наконец, повеяло свободой. Я ещё помню, я как-то одел мятый пионерский галстук. Никто, правда, не заметил. Но я бы хотя бы пытался протестовать. Ты мой бунтарь. Мой че-гевара. Эй, дядя Жень, тётя Лен, идите домой. Мне очень нужны ваши голоса. Нет, я этим больше не занимаюсь. Ну, может, вы просто так за меня проголосуете, а? А, голоса, голоса. Маринка! О, Кислово, привет! Ты меня помнишь? Я Даша Банных. Ну как, ты с мужем пришла или без? А у меня нет мужа. И уже не будет. А всё потому, что ты в девятом классе увела у меня Мишу. Моё единственную любовь. У меня ты тоже увела, парня. А у меня ты увела вообще отца. Я поняла. Я просто хотела сказать, что я участвую в конкурсе МЕС-выпуск и была бы вам признательна за ваши голоса. За этим столом, я думаю, голосует за Вальку Селезнёву. Гена, я два часа обрабатывала зал и потеряла три голоса. Всё, а Валька выиграет. Чего у тебя с албума? Где ты ударился? Брился. Ром, по-моему, нас вычислят. Я не Рома, я Диабол. А ты чёрная вдова. Свет, сыграй нормально свою роль. Хэйв метал! Хэйв метал-рок! Рома, в 80-е годы что-нибудь кроме хэйв метал говорили? Ну, девчонки вроде тебя ещё говорили, для металлистов бесплатно. Эй, чувак! Модон-токинг отстой! Бей дискоманов! Для металлистов бесплатно! Знаешь, Свет, иногда я слышу, как тормозит твой мозг. Ух ты, еда! Ух ты! Ген, а расскажи ещё раз, как ты забил победный мяч со штрафного. Ну, это было давно, я уже не помню. Это было 19 сентября 1989 года. На третий добавленный минутный шёл мелкий дождь. И тогда Сашку Панова сбил Валерка Прусакова в трёх метрах от штрафной. Гена, пошли домой. Даша, для меня дом там, где тепло, чисто и пахнет едой. Тем более, что я разговариваю сиська с... Тамарой. Да, Тамарой, прости, просто вспомнила твоё школьное прозвище. А ты иди, ты иди, побегай за голосами, за короной, за автобусом. Так вот, я поставил мяч на точку, отошёл для решающего удара и... Дашка, загрустила? Я тебя сейчас развеселю. Послушай, я ведь буду королевой всего один вечер. А у тебя впереди вся жизнь, чтобы оставаться ничтожеством. Полегчало? Мне очень. Ты правда отказался играть в сборной России по футболу из-за жены? Знаешь, я просто подумал, что если лучше получать ногой по... Ниже пояса, да. То уж лучше от близкого человека, да. Ой, вы такая счастливая женщина. Скажи, а у тебя есть право голосовать за мисс школы? Нет. Тогда вали отсюда. Спасибо, спасибо, спасибо. Всем привет. Да, да, это я, Петя Ромашов, ваш бывший консор. А теперь я работаю директором дома престарелых. Ну, конечно, я понимаю, вы все ждёте результатов голосования на титул мисс выпускник 88. У вас осталось 20 минут, чтобы опустить бюллетень в урну. Обладательница короны я предоставлю койку в доме престарелых совершенно бесплатно. Даша, знаешь, это мой самый лучший вечер. А то с тобой совсем стал забывать, что я был нормальным парнем. Знаешь, вот обратно бы в школу, а? Не получится. Тебя с родительского собрания-то выгоняют. Бедные. Вы, наверное, редко видите еду. Ну, а ты, наверное, редко видишь настоящих мужчин. А? Крошка. Не старайся. Тебя даже в женской тюрьме ничего не светит. Слышь, Валерка, Юлька, ребята, вы совсем не изменились. Я Вовчик, помните? Ну, на перемене вы бросали в меня пластилина, давали эти пендели. Как мне этого не хватает? Исчезни, ботаник. Ну, совсем не изменились. Ты знаешь, Гена, я не буду расстраиваться. Пусть Валька станет победительницей. Мисс школа. Я только порадуюсь за эту старую кобылу. Ой, что-то конюшней забавила. Валя, это ты. Даша, Даша. Я подумала, здесь тебе будет очень удобно глядеть, как мне будут вручать корону. Жаль, нет красной ковровой дорожки. Хотя можно постелить твои волосы. Слушай, а если тебе нужна дорожка, так побри и свою спину, дорогущая. Слушай, Букин, я тут думал насчет нашего с тобой соперничества. По-моему, все это глупо. Ну, в чем ты можешь быть лучше меня? А ты у своей жены спроси. Послушай, ну все, короче, пошли выйдем. Гаврюша, а у тебя какая группа инвалидностей? У меня никакой группы инвалидностей. Вторая устроит? Устроит, пошли. 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 Так, стоять, Рэмбо. Ты обещал мне, что ты никуда не пойдешь, никаких драк устраивать не будешь, если я возьму тебя с собой. Прости, Даша. Просто я вспомнил, что я мужчина. Друзья, друзья, через минуту мы начнем почет голосов. А Букин тем временем вновь спрятался под юбку жены. Даша, ты помнишь, что я сказал тебе в нашу брачную ночь, когда ты меня разбудил, а? Ты умеешь испортить праздник? А знаешь что, Гена? Допустим, я в этот раз не стану победительницей. Но у тебя есть шанс. Хочешь ему вломить? Хочу. Так иди и вломи. Спасибо, любимая. Слышь, Годзилла, ну пойдем покувыркаемся. А пойдем? Пойдем. Будет драка! Ставлю штуку на Букина! А? Ага. Быстрее! Не успишь! Гена, я рядом! Держись! Врежь ему! Только не торопись! Мне тут надо кое-что сделать. Рома! Света! Это не мы! А! Я слеп! Меня отравили! Очки сними, придурок! Дети, мне стыдно за вас! Вы тайком пробрались сюда! Разве я вас этому учила? Рома, ты умеешь вскрывать замки? А то! Идите сюда! А где папа? А он у нас с друзьями играет. А замочек-то отстойный! Правда, Свет? Да, китайский. Ключ на две бороздки. Душка ель дыша. Могли бы вообще жвачкой залепить. Пинцет. Секунду. Пинцет. А вы что, раньше это делали, да? Нет. Ну, ладно. Я сейчас посмотрю, как там у папы дела. Пилка. Пилка? Гена! Держись! Врежь ему! А, дорогой мой, не торопись! Это же не секс! Виола! Свету надо говорить воля! Вот что ты гонишь? Ты же знаешь меня по-английскому три с минусом. Так, дети, а теперь мамочке надо кое-что сделать. Скорее, мам! Они возвращаются! Кто победил? Кто победил? Пукин, ты молодец! Я знал, что ты ему рога обломаешь. Ты заработал мне на машину. На тебе сто рублей, ставишь зуб. Гена, ты самая лучшая у меня. Я тобой горжусь. Кстати, как ты себя чувствуешь? Даша, вообще-то я... Тихо, 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 тихо. Сейчас объявят мисс выпуск восемьдесят восемь. Да, вот это была драка, вот это драка. Кстати, о драках. По-моему, самое время выбрать мисс выпуск восемьдесят восемь. Даша, Даша, мне срочно нужен врач, я... Гена, ну что-то все время только о себе и о себе. Ты просто эгоист какой-то. Я сколько раз зарекал, не брать тебя с собой. Давайте поприветствуем наших финалисток. Даша Букина и Валя Селезенева! Интересно, кто выиграет. Удачи, Даша. Удачи, Валечка. Итак, победила с большим отрывом мечта всех мальчиков, кошмар всех матерей, Даша Банных-Букина! Я? Я? Ой, я даже не знаю, что ей сказать. Проваливай, тварь! Итак, мисс школы станцуют вместе со своим мистером медленный танец. Музыка! Это самый замечательный вечер в моей жизни. Даша, я рад за тебя, но... По-моему, у меня травма, причем серьезная. Ой, ну ладно, Ген, такой замечательный момент. Почему ты его опять портишь своим нытьем? Гена, ты у меня самый лучший. Ты не хочешь сказать мне то же самое? Слушай, слушай, это высокая блондинка. Бондинка, она из нашего выпуска, нет? Нет. Ну, тогда я женился на самой красивой девчонке в школе. Знаешь, что бы было логическим завершением этого вечера? Нет, только не это. Ну, перестань, тебе же этого хочется. О, что это у тебя там в кармане? Моё ребро. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Тебе обязательно глумиться надо мной, когда мне плохо? Конечно! Я ж твоя жена! Не пойду я на эту обувную конференцию. Мне придется опять готовить речь. Вообще, что это за идиотская традиция, чтобы самый плохой продавец вручал приз самому лучшему? Гена! Ты должен этим гордиться! Никому еще не удавалось сделать это семь лет подряд! К тому же, когда все кричат «Пошел вон!» и кидать в тебя яйца становится очень весело! А ж тебе что, премию дадут, если я до сорока не доживу? Не знаю, надо выяснить. Ген! Что? Ну, может, пойдем на эту конференцию? Это мой единственный шанс выйти в люди! Я целыми днями сижу в этой конуре! Смотрю, как проклятый телевизор! А ты, наверное, его бувном в это время развлекаешься? Да, ты права. Я правда никогда не думал о тебе, когда пил шампанское и ел черную икру на работе. Я могу тебе как-нибудь это компенсировать? Ну, не знаю, что мой любимый генусик лучше всех делает для своей любимой женушки. Ну, милый, ну выкини мусор. Даша, если ты вставишь соломинку мне в ухо, то сможешь высосать мозг напрямую. По-моему, уже давно кто-то высосал. Вот, ребята, посмотрите, что вас ждет в будущем. Вот уж фиг! Когда я женюсь, моя жена будет убирать мусор. Конечно! А еще ты обязательно станешь космонавтом! Что это было? Не знаю, в подъезде лампочка перегорела. Наверное, папа с лестницы навернулся. Короче, парни, завтра вечером мои предки свалят. Какие планы? Порубимся в компьютер? Или закидаем помидорами бабок у подъезда? Слушай, Ром, как бы тебе сказать, чтобы ты не обиделся? Мы не можем завтра с тобой тусить. Мы идем гулять с девчонками. С девчонками? Откуда у вас девчонки? Ну, тебя тогда с нами не было, и мы вместо того, чтобы бросаться в них камнями, решили с ними поговорить. Ромка, это было реально круто! Они даже не стали звать милицию! Да, так что ты извини, увидимся как-нибудь в школе. Ну, или еще где-нибудь. А так, парни, если вы нашли девчонок, я тоже могу. Ладно. Раз уж вы созрели, официально заявляю. Мачо Букин выходит на охоту. Самки берегитесь. Слушай, Ром, раз твои предки сваливают, давай у тебя с девчонками затусим. Круто! Ладно, все, пока, мужики. Надо придумать другую фишку. Все, до завтра. Давай. Рома! Рома! Даша, иди сюда! Семья, я скатился по лестнице, упал в кучу мусора, и меня осенила мысль. Я придумал гениальную штуку. Носить мусор на голове? И вправду ты гений. Дура! Я тебе сейчас ничего не скажу. Пойду в чулан и буду творить. Сынок, мы сделаем на этом кучу бабла. Видать, он сильно ударился. Угу. В чулане тоже лампочка перегорела. Тамара Ивановна, здравствуйте. А я на дома? Привет, красавица. Это Рома Букин. Ну, ты должна меня помнить, я тот парень из столовки. Ну да, тот, которого лицом в борь шмакнули. Ладно, не важно. Я тут листал свою телефонную книжку. Ну, начиная с буквы «Я», естественно. Крошка, хочу тебя обрадовать. Я сегодня свободен. Алло. 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 Привет. Привет. Гена сказал, что у него отличная новость. Поэтому я пошел в магазин, купил бутылку шампанского за 300 рублей и бутылку вина за 40. Вы переезжаете? Нет. Понятненько. Значит, вы надолго едете отдыхать, а? Нет. Понятненько. Ну, если новость все-таки хорошая, у меня еще есть жвачка в кармане. Можем поделить на всех. Женя, перестань. Даша может подумать, что мы их не любим. Гену сажают в тюрьму? Нет. Но когда-нибудь обязательно посадят. А прямо сейчас он в чулане изобретает. Даш, они здесь? Нет. Да, Гена, они здесь. Тогда пусть оттутся и сядут. Мы уже идем. Пап, я умираю. На этой штуке жарко. Я не могу дышать. А тебя никто не просит дышать. Садись. Семья, почетные гости. Мы не продолжим, пока ты не перестанешь задыхаться. Продолжим. А что вы остались? А, напоминаю. Вчера я выносил мусор, было темно, я спотнулся и упал с лестницы. Я лежал в обедках и думал, а как этого всего можно было бы избежать? Вкрутить новую лампочку. Тоже вариант. А если лампочки нет? Взять фонарик. Ну что ж, вы все равно не сможете отгадать, тогда я вам просто покажу. Дамы и господа, разрешите представить вам открытие будущего? Обувные фонари Геннадия Букина! Помогите! Ну, ребят, что скажете? Аплодисментов не надо. Давайте сначала заведем Свету. Дай ей полтинник, и она с полоборота заведется. Нет, Рома, надо просто подключить фары. Жень, ты не помнишь, плюс это положительный или отрицательный, а? Скоро узнаем. Света! Иди! Что это было? Не знаю, я ничего не вижу, кроме этих дурацких фонарей. Это был мой любимый торшер. Какая разница? Работает! Работает! У меня получилось! Она идет в темноте! Работает, работает! Я гений! Обо мне скоро узнает весь мир! Мам, тебе больше не за кого было выйти замуж. Доченька, кто ж знал, что так будет? Даш, заткнись! Ну, ребят, что скажете о моем маленьком изобретении, а? Он свихнулся. Теперь его надо лечить, а потом ухаживать. Господи, за что мне это? Сынок, для тебя Роман Геннадьевич. Ты для меня тоже Роман Геннадьевич, а, Жень? Нет, Гена, я тебя понимаю. Ты молодец, потому что ты веришь в свою идею. Я ведь когда-то тоже сделал гениальное открытие. Женечка, пожалуйста, не рассказывай про купюру в 99 рублей. Пусти. Гена, я изобрел купюру достоинством 99 рублей. Ну, ты когда-нибудь видел, что вещи стоят 99 рублей, а? Или 100 99 рублей? Или 99 тысяч 99 рублей? Моя купюра в 99 рублей могла бы избавить всех от этой дурацкой мелочи, а? 99 рублей. Это же так удобно. Подожди, а если цена будет 98 рублей? Ты говоришь, как эти болваны из Министерства финансов. А я ведь им звонил, говорил, все объяснял. Ну, почему они меня не послушали? Милый, ну, если бы ты не настаивала на своем изображении на купюре. А кто там должен быть? Ты? Главное, Гена, это довести свою мечту до конца. Понимаешь, они и будут тебе мешать. Попытаются тебя остановить. У них повсюду камеры, жучки, шпионы! Тихо, 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 тихо. Женечка, милый, пойдем домой. Мамочка даст тебе теплое, вкусное какао. Пойдем, ты успокоишься и поспишь, Тинька, два, три. Да, я хочу вкусненькое, теплое какао. Какао. С печеньками? С печеньками. Пойдем. Кстати, Гена, купюра 98 рублей, а, или даже 97. Пойдем. Подождите, там на площадке темно. Свет, проводи. Свет, ой, жиловка заела, сунь палец. Свет, колбаса, по-моему, протухла, попробуй. Свет, вот тебе дурацкие в обувные фонари одень. Неудивительно, что я вешаюсь на шею к каждому, кто меня утешит. Да, Свет, только не уходи далеко, а то мы без тебя машину не заведем. В общем, мне все равно, что обо мне думают другие. Я решил бороться за свою мечту до самого конца. Жаль. А я думала, это и есть самый конец. Родная, перестань. Я сделаю нас миллионерами. Я презентую эти фонари на обувной конференции. Я покажу миру, кто на самом деле идиот. Мам, а шизофрения это наследственно? Сынок, прости. Смейтесь, смейтесь. Я стану миллиардером, куплю себе ящик пельменей, а с вами не поделюсь. Даша, нам пора собираться. Сегодня я должен выглядеть идеально. Ладно, пойду найду в чулане костюм, в котором хоронили твоего отца. Свет, у меня проблема. Мне сегодня на вечер позарез нужна девчонка. Ты не сведешь меня с какой-нибудь подружкой из вашей тусовки, дешевых и безотказных? Эх, Рома, Рома, для тебя к Ленин-Доросску у тебя слишком высокие запросы. Живую девушку им подавай, с ней испланку. Кстати, бревна не отказывают. Или знаешь, еще что? Подушка подойдет в самый раз. А знаешь, что есть? Еще есть манекены. Они привыкли, что их трогают прыщавые девственники. Спасибо за помощь, девочка, которую зовут Эй, ты, прыгай в машину! Да, меня зовут Эй, ты, но зато зовут. Так что, давай, себе ли свои слюни и завидуй. Лузер! Знаешь что? Я тебе докажу. Я найду себе девушку. Настоящую. Манекен. Я не опущусь до манекена. Я же не совсем лох. Знаю, лох. Ладно, смотри, как я опускаюсь ниже плинтуса. Теперь последний штрих. Засос от моей девчонки. Ну что, начнём? Так. Ну ты, Ром, даёшь. А что? Ух ты! Не мог нас подождать? Я-то мог. Она не могла. Добрый вечер. Друзья, коллеги, продавцы обуви. Вы все хорошо меня знаете. Пошёл вон, вали отсюда! Да, да, я тоже вас люблю. Короче, дамы и господа, разрешите представить вам моё изобретение. Обувные фонари Геннадия Букина! Света, не наступи фонтан! Ай, помогите, на помощь! Друзья, это ж просто небольшой пожар! Коллеги, без паники! Идиот! Обувные фонари! Покупайте обувные фонари! Горящее предложение! Вот тварь! О, Маня! О, Рома! Я как-то раньше не замечала, а Ромка симпатичный. Точно! Я эту Маню где-то раньше видела, но она крутая, такая сексапильная. я чуть не купила такую же юбку, как у нее. Видела в витрине магазина. Жалко, что Рома пригласил на свидание не меня. Саня, зацени. Вот Ромка мачо. Девчонки, ну ладно, вернитесь. Мы больше не будем вам волосы поджигать. Будем. Да, вот у Ромки настоящая женщина, а у нас глупые куклы. Знаешь, Ромкина девчонка на меня поглядывает. Конечно, размечтался. Такая тёлка. Э, парни, я отойду ненадолго? Ну, а может и надолго. Маня хочет подняться наверх. Пока, лузеры. Почему все мальчики не такие, как Рома? Придется смириться. нам достались просто мальчишки. А Ром настоящий мужчина. Он умеет обращаться с женщиной. что? Хочешь встретиться сегодня? Ну, я даже не знаю. У меня на ближайшем есть все расписано. Ну, может, выкрою для тебя минутку, скажем, сегодня. Чао, крошка. ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, ладно. Обувные фонари не проканали. Да, кстати, когда я возле подъезда вляпался в собачью кучку, мне в голову пришла другая гениальная идея. Обувные совки для уборки за собаками. Представь, Светка будет носиться за псами, а мы будем купаться. Вытри ноги и заткнись. Свет, заходи. Сквозняк. Я не буду носить обувные совки. У тебя не понял, Света, а что за капризы, а? Тебе что-то не устраивает? Устраивает и подходи. Ха-ха-ха. Ладно. Мой вечер прошел ужасно. Я была праздничным фейерверком. А как твой? Нормально. Сначала моя девчонка была немножко скованная, а потом совсем потеряла голову. Хочешь, я в глаза взгляну в твои глаза и слова припомню все и снова повторю. Ну кто тебе сказал? Ну кто тебе сказал? Кто придумал, что тебя я не люблю? Я каждый жест, каждый взгляд, твой в душе берегу, твой голос, сердце мое. в душе в душе Ну и сколько там? Ах, сейчас посмотрим. Пуговица, окурок, жвачка. О, пять рублей. Я стащил Хуслепова, когда он смотрел, как ты наклоняешься. Интересно, а как он узнал, что я наклонилась? Не парься. Давай лучше поищем деньги у родителей. Ты стоя на шухере, а я пошарю в их одежде. Ага. Чего? Ага. О, привет. Как хорошо, что вы дома. А я ищу тут мой утюг. Мам свет с деньгами. Мама все вычищала. Мам, мы уже взрослые, нас не надо воспитывать, кормить, нам нужны деньги. Ладно, давайте сделаем так. У меня есть мелочь, я ее подброс сейчас в воздух. Все, что поймаете, ваше. Раз, два, три. Честное, отстаньте. Куда? Дети, руки помыл? Э, в чем дело? Дети, хватит играться с мамой. Садитесь. Слушайте, что скажу. Я сейчас был в туалете и пережил сильнейшее эмоциональное потрясение. Тихой руки-то помыл. Неважно. Так вот, я прочитал в газете статью об одной семье. У них 16 детей. И отец говорит, что не беспокоится о своей старости. Мол, его будут содержать его дети. Это навело меня на мысль. Мы должны больше времени проводить вместе. Мы должны сдружиться. Чтоб потом в старости вы... Ну, не важно. Вот, например, хорошо ли мы знаем друг друга. Вот ты, эм... Рома. Да, да, я помню. Ты знаешь, когда у... Светы. Да. Когда у Светы день рождения, а? Вчера был. Прости, Светик, забыл. С днем рождения. Спасибо, мам. Да ладно, не важно. Понимаете, мы должны быть одной семьей. Как единое целое, а у нас даже семейной фотографии нет. А? Так давайте сфотографируем. Нет, ну мы же давно собирались. Вот именно. Собирались сфотографироваться. Собирались съездить в отпуск. Собирались сделать детям прививки. И все время находятся какие-то другие дела. Все, хватит. Сегодня объявляю день семьи Букиных. Сегодня мы будем вместе. Только куда пойдем? Здрасте. Вы отлично выглядите. А у вас чисто уютно и ничем не пахнет. Как вы уже, наверное, догадались, мы с Женей собрались на пляж. У нас есть традиция. В первый жаркий день лета мы идем на пляж, чтобы встретить лето красное. А у нас тоже есть традиция. В первый жаркий день у Гены выступают влажные пятна под мушками. И не проходит до октября. А, ну что ж, у всех свое представление о прекрасном. В общем, мы пришли сюда не за тем, чтобы кичиться своей культурой, хвастаться своим семейным счастьем. Все-таки грешно смеяться над убогими. У меня к вам просьба. Какая? Соврать твоей жене, что у нее красивые и стройные ноги? Не верь, Леночка, у тебя прекрасные ноги, особенно правая. Ладно, хватит. Короче, говорите, что вам надо, у меня еще куча дел на сегодня. Короче, Ген, я сегодня слегка поцеловался бамперами с одним придурком. Ну и сразу сделал то, что должен делать серьезный взрослый человек. Я выпал из машины и стал кричать. Ай, у меня травма позвоночника. А там у него сидело в машине трое детей. И они, представляешь, сделали то же самое. Не расстраивайся, милый, ты предварялся в сто раз лучше, чем эти бездарные дети. В общем, этот мужик, он сегодня приедет. Вот конверт, здесь номер страхового полиса, ну и вся необходимая информация. Можно я прикреплю его к вашей двери? Ха, а почему к нашей? Ну, потому что я сказал, что я бедный. А у нас на окнах стеклопакеты, да еще плюс спутниковая тарелка. Поэтому и дал ваш адрес. Спасибо. Ну что, это на пляж? Ай, да. Ага. А они подали мне интересную мысль. Мы проведем день семьи Букиных на пляже. Что ты делаешь? Я чувствую новый запах. Нет, здесь все по-старому. По-моему, это пахнет из конверта. Я тоже чувствую. Это деньги. Только не знаю сколько. Точно не меньше тысячи. Три тысячи! Вот это Женя так не доверяет нам, что даже не сказал, что в конверте деньги. Не знаю, как вам, а мне обидно. Дети, не думайте, что все люди на свете такие шифруны, как Женя. Вот вам пример честности. Мы возьмем эти деньги и положим вместо них записку, где искать Женю. Круто, пап! Отличный будет денек. Полежим на пляже всей семьей, сфотографируемся. А потом можно будет завалиться в пельменные и поесть как следует. Ура! Что? Вы тоже хотите есть? Ладно. Едят все. Мама, смотри, какой мы замок построили. Ну вот, мы и на месте. Ну что, Света, похожи на крутого мужика? Ну, если издалека, со спины и не особо приглядываться, ну, то может быть... Ладно, пойду кого-нибудь спану. Ага, парк лещей на задницу. Спорим, что я склею на этом пляже кого-нибудь раньше, чем ты? А спорим на сотку. Считай, что ты обломалась. Это тебе не школа, здесь нельзя оливчики снимать. Так, встали в кучку. Дети! Черт! Сфотографировались бы уже и домой пошли. Гена, Гена, сними меня! А? Зачем? Ну как же, будешь в старости смотреть и вспоминать, какая я была красивая. Ну, в смысле, дальше еще хуже будет? Заткнись и снимай! А? Ах! Ах! Гена, ты снял? Снял. Гена, устраивайся поудобнее. Так, тальп для ног. Освежитель дыхания. Дезодорант. Бомбашка на нос. О! И спрей от комаров. О! Ну и кое-что почитать. Гена, ты не намажешь меня кремом для загара? Оставь меня в покое. Извините, а вы не намажете спину? Конечно, с удовольствием. А? Гена, посмотри сюда. А? А? А! А! Девушка, извините, он слепой, он не может. Классно. На меня даже слепые западают. Ген, ну ты как? Все отлично. Может быть, пойдем в раздевалку и займемся... Нет. Фу, отличный удар, Серый! Но меня так просто не пробьешь. О! Привет, девчонки! Я вас совсем не заметил. Как насчет познакомиться с клевым парнем? Ксюх, ты как? Я за. Ну давай, веди своего клевого парня. Эй, Ром, чего застрял? Иду! Так, так, так. Кто же станет счастливым обладателем Светы Букиной? Спасите! Помогите! Ой! Что случилось? Понимаете, мне просто нужно переодеться, а за вами как за каменной стеной. Можно? Можно? Можно. А-а-а! Спасите! Помогите! А-а-а! А-а-а! Узнаю эту руку! Букин! Ну неужели не узнал? Маруська Клюева! Сколько лет! Да, немало. Прекрасно выглядишь, спортом занимаешься. Да нет, просто не ем ничего. У тебя как дела? Ну, вышла замуж, потом развелась, потом родила двоих детей, а то за шеей. Дети, осторожней, не насыпьте ей песок в пиво. А помнишь, как мы ходили с тобой в кино на последний ряд? А потом прятались там под креслами и оставались на следующий сеанс. А еще мы на полу под креслами, среди шелухи оттенчиков. Да-да-да-да-да. Молодость, молодость. Да ну перестань ты, и сейчас хоть куда? Слушай, Гена, я хочу тебя прямо здесь, прямо сейчас. Да подожди, подожди, я как бы женат. Ну, что? Ну, дело в том, что моя жена лежит рядом. Ну, что тогда же интереснее? Давай я детей отошлю. Дети, дети, дети. Ну, подожди, подожди. Не хочу, чтобы об этом слышали другие, но я вроде как люблю свою семью. Ты не обижайся. Если бы моя жена просила о сексе, я бы ей тоже отказал. Жаль. Ты для меня всегда станешься единственным и неповторимым. Вася! Понькин! Прекрасно выглядишь! Спортом занимаешься? Дети, вперёд! У него на шее настоящая золотая цепь. Нафиг я вообще пошёл на этот дурацкий пляж. Иди сюда, малыш, мамочка, натрёт тебе спинку маслом. А Женя как поплавал. Отлично! Вода немного грязноватая, но бодрит. Ты знаешь, я не могла оторвать глаз от тебя, когда ты выходил из воды. Лучи солнца играли на рельефе твоих мышц. Синие шорты обтягивали, красные шорты обтягивали твои ягодицы. Твои движения грациозные, плавные, как будто ты семейство кошачьих. Ты знаешь, Леночка, мама всегда хотела назвать меня львом, но потом желтуха прошла, и я стал Женей. Эх, какой чудесный день! Да, так хорошо порой выбраться из городской суеты и слиться с живой природой. С тобой, что ли? Что случилось? Моя ветерка сломалась. Не плачь, сейчас починю. Спасибо тебе, а ты мой парень. Да, была смешта идиота. Я на секундочку. Девушка, девушка, подождите. Я Рома, Роман Киркоров. Мы снимаем новый клип, и нам нужна девушка примерно вашего типажа. Что, правда? И она все согласна, лишь бы сняться в клипе. Правда? Ну хорошо. Эй, парень! Подожди, девочка. Он мой парень! Нахал! Я тебя люблю. Давай делать кулички? Привет, красавчик. У тебя есть время? Отвали, корова. Нахал! Скучно с тобой, ой! Да ты что, я таких интересных парней никогда не встречала. Я тебя люблю! Ладно, мне нужно подойти вон к той девчонке. Да расслабься, это моя сестра. А можно мне пойти с тобой? У меня есть выбор. Нет. Такое чувство, будто я жена. Свет, мороженое хочешь? Ха-ха! Спасибо, уже есть! Анзор! А прокачиваешь меня на своей машине? Что-то не хочется. Анзор, а прокачиваешь меня на своей машине? Конечно, прокачиваю. Что, Свет, облом? Да, никому из нас не повезло. Похоже, спор отменяется. Он мой парень! Ах ты подлый крысёныш! Следи за базаром, кукла! Что, Женя? Ты вспомнил того типа, но в который я сегодня врезался. С ума сойти. Видел мою машину и всё равно поверил, что я бедный. Согласился взять три тысячи. Сколько ж придурков на свете, а? Три тысячи! Извините, это не ваша руль. Что? Наш? Это же наш руль, Женя! Что случилось? Тот парень с кувалдой просил передать вам, что прочитал вашу записку. Ушли на пляж, пока придурок. И просил передать вам это. Ну, в общем, всего хорошего. И не сидите долго на солнце. Всего одна фотография с семьёй. Неужели я многого хочу от жизни? Ой, Гена! Кажется, я уснула, да? Я знаю. Ой, я так хотела с тобой поплавать. Я знаю. Если б ты дотронулся до той мэмры, я б тебя убила. А ты чё, не спала? Нет, милый. Ты же знаешь, я могу уснуть, только уперевшись коленом в твой зад. Хотя мне понравилось, как ты сказал, что любишь свою семью. Ну, а лучше бы, если ты сказал, что все остальные бабы, по сравнению со мной, текиморы. Так оно и есть. Всё, можем ехать домой. Так, это что такое? Третий ребёнок? Неужели я всё приспала? Это Ромина девушка. Ну, да, кажется, пора научить Рому, как вести себя с женщинами. Ой, не сверши меня. Чему ты можешь его научить? Ладно, сейчас не об этом. Сейчас фотографироваться. Так, встали все туда. Нет, девочка, ты будешь фотографировать. Вот смотри в эту дырочку и нажимай на эту большую кнопку. Сделали все счастливые лица, как будто мы не знакомы.